Продолжение следует... Аллергологии Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики Наталья Ревунова. Наталья Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наступает та самая нелюбимая аллергиками пора, когда цветет все, что только можно, и начинает чесаться, чихаться и слезиться все, что только может это делать. Давайте поговорим с вами об аллергии. Что это вообще такое? Аллергия – это патологическая реакция организма на различные вещества, аллергены, которые в норме не должны вызывать никакой реакции. Возникает она в результате аномальной или гиперрергической реакции иммунной системы на аллергены, результатом чего является аллергическое воспаление. Какие вообще бывают разные виды аллергии и насколько это зависит от погоды, от времени года? Аллергия проявляется самыми разными клиническими проявлениями. В зависимости от того, какие органы и системы поражают аллерген. То есть это поражение слизистой, допустим, заложенность носа, чихание приступообразное, зуд, век, слезотечение, кашель, першение в горле, приступы удушья, а также поражение кожи. Все зависит от того, каким аллергеном вызывается это заболевание. А аллергенов их множество. Ну вот, например, какие? Самые распространенные и те аллергены, которые ежедневно у нас встречаются у каждого из нас в квартире, это бытовые. Это перо-подушки, книжная пыль, животные, продукты их жизнедеятельности, бытовая химия, косметика, парфюмерия, одежда, постельное белье, в котором находится масса клещей, вызывающих аллергию. Также пыльцевые аллергены. Вот в настоящее время подходит период такого заболевания, как поленоз. А что это? Поленоз – это заболевание, которое вызывается пыльцой растений. Оно имеет, скажем так, три волны обострения. С марта по май, вот в настоящее время, идет обострение на пыльцу деревьев. Сейчас цветут деревья, береза, сосна, сейчас цветут одуванчики. И уже, когда наблюдаешь, люди идут навстречу, люди уже очихают, чешут глаза, слезотечения. В июне-июле луговые травы цветут, а в сентябрь – сорные травы. Среди них полынь лебеда амброзия, те, которые являются наиболее агрессивными. Чаще всего вызывают заболевания поленоз и самые тяжелые клинические проявления. Также рано весной и осенью есть реакция на плесневые грибы. А почему не все чувствительны к тем или иным факторам, тем или иным аллергенам? И особенно, если взять, например, допустим, амброзию или допустим тополиный пух. Почему одни люди могут среагировать на амброзию, но не реагировать на тополиный пух и наоборот? Значит, тополиный пух – это особая история. Он обладает, во-первых, раздражающим действием, что является не всегда аллергией. Но самое главное то, что на его ворсинках он содержит пыльцу растений, тех, которые цветут в это время. То есть это комплексное поражение. А еще кроме пыльцы растений там находится и пыль, которая в воздухе, выхлопные газы и так далее. Агрессивная, да, является полынь лебеда амброзия. Но не каждый человек реагирует и на тот же тополи, и на ту же амброзию. Потому что есть, допустим, предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Это наследственная предрасположенность. То есть если папа страдает или мама аллергией, то процентов 50% того, что ребенок будет страдать аллергическим заболеванием. А если и папа, и мама аллергики, то уж 80% точно ребенок будет страдать аллергией. Бывает так, что с детства человек здоровый, никаких проявлений нет. Потом создаются определенные условия, когда это проявляется. Это самые разные факторы могут быть. Это может быть стрессовая ситуация, перенесенное какое-то тяжелое заболевание, вирусное заболевание, которые провоцируют, вот скажем так, дремлющие такие проблемы в организме. И потом начинается аллергия. То есть подцепить по пути аллергию нельзя. Ты с ней все равно рождаешься, либо не рождаешься. Но она у тебя либо проявляется, либо не проявляется. Практически да. Ну а тогда можно вспомнить аналог спор о курице и яйце, если, допустим, ни папа, ни мама не болели. То есть в какой-то момент человек заболевает, вот тот папа или та мама, если у них тоже на каком-то этапе тоже, может быть, кто-то не болел, а они стали аллергиками. Да, могут создаваться вторичные иммунодефицитные состояния, когда организм не в состоянии справиться вот с такой проблемой. А что это за вторичные иммунодефицитные состояния? Ну это состояние, которое возникает, допустим, в результате каких-то перенесенных тяжелых инфекций, когда нарушается иммунитет человека, когда человек переносит много, допустим, перенес операции и так далее. Может быть, с донорской кровью переносятся антитела, и потом человек действительно страдает аллергией. То есть в принципе она может прицепиться как сопутствующая? Ну может, да, конечно. А опять же, если говорить о донорской крови, то как это выявить или как предостеречься на стадии забора донорской крови? Или в общем-то никак? Ну в общем-то никак. Вот как интересно. А в основном, какова симптоматика аллергенов и какие, скажем так, наиболее распространены у жителей нашего региона и исторически чаще всего попадаются вам на практике? Ну вот за все годы работы. Конечно, самая такая распространенная и самая агрессивная аллергия – это аллергия на пыльцу растений. Периоды обострения – август-сентябрь. Вот как я уже говорила, это полынь, лебеда и амброзия. Почему? Потому что это сорные травы, которые растут в большом количестве, которые выбрасывают очень большое количество пыльцы растений, которые распространяются на дальние расстояния от 10 до 30 километров. То есть не обязательно, если вы живете в центре города и вы не среагируете на амброзию. Нет, конечно, она где-то за городом цветет. Точно так же при выезде, допустим, очень многие едут по трассе, открыты окна, и там масса сорняковый, злак и так далее. И человек реагирует вот таким образом. То есть пыльцевые – самые распространенные. Бытовые, конечно же. Мы окружены бытовой химией, которая сейчас вызывает массу неприятностей. Чаще всего это контактно-аллергические дерматиты. Поражение кожи – это и моющие, это и чистящие вещества. К сожалению, не всегда качественные гели, шампуни и так далее. И очень часто приходят. В настоящее время прямо бичом является для женщин, конечно, это красота гель-лаки. Но каждый день у меня на приеме девушки, женщины, у которых контактно-аллергический дерматит и тяжелое поражение кистей рук, ногтевых пластинок от гель-лака. А есть какой-то секрет, не секрет, а вообще способ, как распознать, как человеку, который идет в косметологический салон, сделать себе ногти и брови, если он видит, ага, мне сейчас собираются как раз вот этим обработать, нет, пожалуй, этим откажусь, а вот это вот выберу. Ну, вы знаете, классического такого правила не существует, но мы рекомендуем метод пробы. То есть, если у женщины надулы мало и ей очень хочется гель-лак на ногти, пусть попробует один ноготок сделать, переждать пару недель, посмотреть, как она будет реагировать. Если все нормально, я не хочу сказать, что абсолютно все реагируют на это, но многие, да, к сожалению, реагируют. Просто пробовать, точно так же, как и предметы личной гиены, точно так же, как косметику, желательно пробовать. У меня в физико-математической школе это называли методом научного тыка. Ну да. А кроме пыльцы и вот этого отмеченного вами ноу-хау, повального обращения с аллергией после применения гель-лаков, что еще из вашей практики многолетней вы бы отметили, как самые распространенные, а какие, может быть, вспомните редкие случаи? Значит, ну еще одно из самых распространенных, это, конечно, бытовая аллергия. Это перо-подушки, это в матрасах пыль, которая находится, клещи, которые находятся сейчас много библиотек в квартирах, много книг, которые годами не открываются, и в них тоже клещи находятся, которые вызывают. У нас любимицы наши домашние животные, кошки, собачки, попугайчики, рыбки, на них очень часто, на них, на продукты жизнедеятельности, на дафнию, которые кормят рыбок и так далее. Очень часто бывает аллергия и преимущественно на животных, это приступы бронхиальной астмы. Да, заболевание, которое может проходить легко, а может приводить к инвалидизации. И при несвоевременном обращении к врачу, неправильном лечении, это может перейти в такие более серьезные и тяжелые формы. Также пищевые аллергены. Это то, что ежедневно мы употребляем, допустим, пищу. Но аллергенами часто являются цитрусовые, орехи, копчености, приправы, грибы, яйца, цельное молоко, дыня. Особенно в летний период, надо обратить внимание пациентам, которые страдают пыльцевой аллергией на то, что им можно, а чему нельзя. Сейчас уже все, скажем так, продвинутые, по интернету могут почитать. И многие продукты обладают перекрестным действием с пыльцой растений. Допустим, дыня, огурец. Если человек страдает аллергией на амброзию, очень часто не переносит дыню. И может возникнуть пищевая аллергия на дыню. И причем с тяжелыми клиническими проявлениями. Такие случаи были и не раз. С отеками, высыпаниями на кожу, болями в животе, поносами, рвотой и так далее. То есть проявления могут быть очень серьезные. Особую озабоченность сейчас вызывает лекарственная аллергия. В аптеках безрецептурно продается очень много препаратов. И почему-то люди решили, что они могут сами себя лечить. Ну уж, как говорится, ладно, лечат сами. Но бывает так, что неоднократно, вот в зимние месяцы человек заболел гриппом, допустим, перенес, принял там анальгин. Была реакция высыпания на кожу, зуд, отеки в век, слезотечения, бронхоспазм и так далее. И он решил, что это пройдет и больше не повторится. При повторном приеме препарата, на который была аллергия, реакция будет в несколько раз сильнее, вплоть до фатальных исходов. Поэтому, конечно же, люди, страдающие лекарственной аллергией, они просто обязаны записывать себе на листочки, в паспорт вкладывать те препараты, которые они не переносят. Особенно антибиотики, местные анестетики, витамины и так далее. Случится может всяко с человеком. Даже по пути где-то он едет, мало ли, случилась какая-то авария. А у него в паспорте лежит или в документах, я не переношу такие-то, такие-то препараты. Прошу мне их не вводить. Поэтому, как говорится, спасение утопающих, дело рук самих, утопающих в какой-то стемени в этой ситуации. Что делать? Если чешутся, чесать. Если чихаются, чихать. Если слезиться, тереть. У нас же люди как? По большей части поступают, пока проблема не станет навязчивой, назойливой и не дочешутся до боли или до зуда, врачи даже не подумают. Да, конечно, чешутся, чихают год, второй, третий, и потом вдруг осеняет, что с каждым годом эти симптомы более серьезные, проявляются более агрессивно, и еще появляются другие симптомы. Поэтому пусть себе на здоровье чешут и чихают, как говорится, но не забывают о том, что у нас еще существует медицина, и есть врачи. Есть врачи и терапевты, к которым можно обратиться, и есть аллергологи. Республиканская больница, это ежедневный прием аллерголога. Пожалуйста, подходите, не запускайте, вот, скажем, такое есть слово, не запускайте свои болезни, да, лечите в начальной стадии, а не тогда, когда уже идут осложнения. Дело в том, что 50-60% бронхиальной астмы, аллергической именно, начинались вот с таких чесаний и чиханий, но люди не обращали на это внимания. И потом, когда уже, скажем так, накопилось такое количество антител в организме, что уже он не в состоянии справляться, вот, оно выплескивается бронхиальной астмой, отеками квинга, когда привозят больных, что их невозможно узнать, ни глаз, ни губ, ничего не видно. Уже более активно проявляется клиника данного заболевания. Поэтому чесать чешите, но и к доктору тоже. Не забывайте пройти. Такие страшные слова, как отек квинки. А чем еще чревато промедление, самолечение или неправильное лечение? Вот приближается лето, и мне хотелось бы акцентировать внимание. Многие пациенты вот сейчас задумаются и думают, вот как мне поступить летом. Бывает аллергическая реакция на укус осы, на ужаление пчелы, насекомых, комаров. И здесь реакции могут быть очень сильные, очень выраженные. И порой реакции могут быть молниеносные, особенно на укусы пчелы и осы. Дело в том, что зарегистрировано очень много летальных исходов, когда человек даже не в состоянии справиться и оказать сам себе помощь. Вот какие бывают реакции. Поэтому вот приближается лето, и люди, у которых хотя бы раз в жизни была аллергическая реакция на осу и пчелу, ну, скажем так, во-первых, обязаны посетить аллерголога, где бы, ну, на приеме, допустим, вот я на приеме выдаю инструкции, рассказываю, расписываю в амбулаторной карточке, и еще плюс ко всему я пишу, что необходимо иметь с собой аптечку неотложной помощи, потому что человек не все время находится в квартире или рядом с медпунктом, или рядом с машиной скорой помощи, скажем так, да, он может быть на природе, вот праздники приближаются, да, люди поедут на природу, там и пыльцы они надышатся, там их могут покусать и пчелы, и осы, и так далее. Поэтому вот такая упаковочка неотложной помощи должна быть у таких людей. И записочка написана, я страдаю аллергией на укусы, допустим, томасы, ужеления пчелы и так далее, в случае необходимости прошу оказать мне помощь. Если это где-то рядом в городе или рядом с городом, при укусе насекомого, надо немедленно вызывать скорую помощь, или если есть транспорт, ну, ехать в сторону, где тебе окажут скорую помощь. Если находитесь далеко от населенного пункта и невозможно, ну, в течение ближайших минут оказать помощь, у вас должна быть в упаковочке пару ампул димедрола, шприц, салфеточка сейчас продается в аптеке спиртовая, где вы можете обработать, и не ожидая, если была раньше тяжелая реакция, не ожидая, будет или не будет, уколоть пару ампул дексаметазона, супрастин и литовый гил, и немедленно отправляться в населенный пункт, где вам могут оказать помощь. Потому что каждая последующая реакция может быть более выраженная и более сильная. Но я не хочу, конечно, пугать людей, но предупрежден, значит, вооружен, скажем так. И вот с этим связан следующий вопрос, вот к кому идти в городах, районах республики, в столице республики, понятно, к вам, диагностирование, анализы, сложный ли это, длительный ли процесс, что нужно сдавать для того, чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть свои подозрения по поводу того, есть у меня аллергия или нет аллергии, и узнать точно о наш тоже. Дело в том, что аллергологов не так много у нас, скажем. Поэтому не в каждом городе, не в каждом районе, не в каждом населенном пункте есть аллерголог, но есть терапевт, к которому можете обратиться, и он уже даст направление к аллергологу. Если исключен и этот вариант, ни одного человека без направления из кабинета никто из нас не выставит. То есть может прийти в республиканскую больницу на прием к аллергологу, естественно, с первичной документации, то есть амбулаторной карточкой и получить необходимую консультацию. Врач посмотрит, даст необходимые рекомендации и в зависимости от клиники, от жалоб и так далее, назначит необходимые анализы. В период обострения мы делаем анализ на иммуноглобулин, и этот специфический такой анализ, который мы используем при назначении дальнейшего лечения, в зимние месяцы, мы ставим пробы на пыльцу растений, это в отделении делается, ставится на коже проба, ну, по типу перке. Ну, или манту. Или манту, да. Вот. Значит, мы ставим пробы, выявляем, на что аллергия, подбираем спектр аллергенам и проводим специальный курс лечения, как больные называют, прививки. Ничего сложного в этом нет, но, к сожалению, делаем это только мы в республиканской больнице, потому что этой методикой должна владеть медсестра правильно ставить пробы, врач должен правильно учитывать пробы и правильно подобрать схему лечения. И больные в основном наблюдаются, все они приезжают к нам в кабинет и наблюдаются. Если это больные из отдаленных районов, ну, учитывая нашу ситуацию, конечно, они все знают мой номер телефона и в случае необходимости мы даем рациональные советы и консультируем и так далее. Но это тех пациентов, которые уже получают у нас специфическую терапию, мы их знаем, они обследованы и так далее. А первично, пожалуйста, пациент должен приехать на прием, потому что очень часто даже под видом аллергии могут протекать тяжелые, сложные заболевания, которые, допустим, проявляются, ну, проявление на коже идет. Симптоматика похожая. Даже не похожая. Очень часто патология желудочно-кишечного тракта дает массивные высыпания на кожу и отеки. И можно лечить до бесконечности кожу, но пока не полечит желудочно-кишечный тракт, не уберешь причину заболевания, а это не дает никакого абсолютно результата. А излечиться от аллергии можно? Или это тоже, как, ну уж, простите за сравнение с иммунодефицитом, только поддерживающая терапия? Ну, знаете как, у нас, как говорится, допустим, поленоз, его сказать, что абсолютно 100%, да, мы вылечим его, абсолютно нет. Мы можем приглушить, минимизировать вот эти вот симптомы, и самое главное, не давать развиться более тяжелым заболеваниям. А если это, допустим, идет крапивница, дерматиты на фоне патологии желудочно-кишечного тракта, очень часто там калькулезные холециститы и так далее, пациент пролечивает свою основную проблему и уходят все кожные заболевания, скажем так, крапивница, отек к венке, и он, пациент забывает, и никогда это может не повториться. Но такие, как лекарственная аллергия, если хотя бы раз в жизни была, допустим, на лидокаин реакция, в дальнейшем надо только подбирать другой препарат, потому что следующее может быть более интенсивным. Если ужаление, на ужаление, на укусы, допустим, осы, была реакция, вряд ли это пройдет, реакция может быть и дальше, потому что и существуют определенные правила поведения на природе и так далее, для того, чтобы избегать укусов. Ну, а что скажете по поводу уроженца Хмельницкого, который на сцене успешно, как он считает, долгие годы лечил от аллергии, я имею в виду Анатолия Кашпировского, вот, у человека была своя теория, он там засовывал, приходили к нему люди, ну, вы помните, как это было, люди приносили то, на что у них аллергия, он засовывал им это в рот, бил в лоб, люди падали на сцене, он говорил, ап, вуаля. И все хорошо, да? Ну, вы знаете, я очень рада за тех людей, которым это помогло, в основном я считаю, что это психологические моменты лечения, вот, а у нас существует патогенетическая терапия, лечение аллергенами и так далее, это то, что действительно приносит эффект, но существует сейчас вот очень много, ну, скажем так, поствоенные у нас, да, синдромы, да, вот, часто приходят пациенты и говорят, вот, у меня астма, я задыхаюсь, а там респираторный невроз, или называются панические атаки, человеку не хватает воздуха, он приходит, он не может дышать и так далее, конечно же, в этом случае мы обследуем, смотрим, нет ли заболевания легких, исключаем бронхиальную астму, они успешно лечатся у психиатров, успешно приходят и говорят спасибо и благодарность, а до этого, ну, как-то вот они лечились по интернету, ингаляторы, баллончики дышали, какие-то уколы себе кололи, которые абсолютно не приносили никакого эффекта и облегчения человеку, то есть, ну, для начала надо поставить диагноз и выработать правильный курс лечения индивидуально для каждого человека. Кашпировский, скорее всего, и лечил вот таких пациентов, слава богу, что им помогло это. Наталья Васильевна, ну, у нас остается буквально полторы минуты эфирного времени, можно ли какие-нибудь универсальные советы от вас, нашим радиослушателям, как либо разобраться в себе и правильно и верно прийти к аллергологу, чтобы либо подтвердить, либо развеять сомнения, либо, наоборот, вести образ жизни так, чтобы никогда к аллергологу не попадать? Ну, не попадать – это такой вопрос очень спорный, потому что, как говорит статистика, каждый четвертый житель планеты хотя бы один раз в жизни болеет аллергией. Но если уж такие появились симптомы, и вы наблюдаете один, второй раз на какую-то, на продукты какие-то появились, каждый год в какой-то период времени у вас идут обострения, или там при уборке квартиры у вас приступы у дуща, нос заложен, чихаете, кашляете, не откладывайте визит к аллергологу, приходите к аллергологу, разберемся и поможем. Я благодарю вас за информацию и за то, что стали гостем эфира на радио «Весть плюс» Луганск. Приходите к нам еще, и пусть информационные поводы будут только добрыми и позитивными. Я напомню, у нас в гостях была врач-аллерголог высшей категории Луганской республиканской клинической больницы, главный внештатный специалист по аллергологии Минздрава Луганской Народной Республики Наталья Ревунова. А вы, друзья, оставайтесь на нашей частоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.